150 хреново знает сколько там разгоняется быстро мне нравится и 2023 от его уже все известные проблемы и рыпады давление масло может быть проворот вкладышей двигать камно плохо с точки зрения нас пусть он нам их переваривать потом даст то есть это самый живой 5-литровый дизель на фетоне и фетон целом который вообще есть но она не зашла по одной простой причине что-то volkswagen видимо по ролик сам уже немного скучали и ностальгировали поэтому механические часы сюда поставили приветствую ребят вы на канале юра сегодня у нас герой премиальный volkswagen который вы просили меня снять и я сам хотел давно его снять и был коммент от подписчика говорит сними фетон 5 литровый дизель обязательно не трех литровый 4 2 а именно 5 литровый дизель тебе как фанату вага должно быть интересно да абсолютно я согласен мне сама эта машина интересно но вот сейчас я его нашел наконец-то что были 4 2 3 литров дизеля 3 литрового дизеля были на канале смысл от них снимать была я воська трехлитровая 6 3 литров и фетон трехлитровый вообще не в тему уже хотелось да именно 5 литров посмотреть этот в 10 легендарный многие 5 литровый дизель критикуют хает вы смеют но я хочу сказать что не так все плохо как многие рисуют конечно же все зависит от состояния автомобиля почему фетон фетон это герой греческой мифологии там было с пустыней связано я честно говоря не помню этот всю эту мифологию я не изучал не тогда тошно и почему все же назвали феотоном потому что автомобиль создавался для того чтобы ехать 250 километров в час в пустыне при температуре там 40 50 градусов 24 часа без перерыва 250 валить 40 градусную жару ну и при этом что в салоне был микроклимат 22 градуса неизменяемый для это для этих целей автомобиль создавался она очень хорошо подходит для англии и не меняется температура в зависимости от погодных условий не потеют стекла как заявлено было еще на том гире у автомобиля достаточно богатый путь 2002 году началось производство в дрездоне отдельный завод построили автомобиль производился исключительно вручную ручная сборка была у машины дрездоне стеклянный завод но вернее по полностью стены из стекла чтобы можно было видеть как автомобиль собирается потом начали бентли континенталь там собирать две машины собирался там заводе в утром файотон и бентли континенталь поэтому она превосходит a8 в кузове d3 их было достаточно на канале я недавно снимал осмотр подбор при покупке 8 и получается машина более комфортно чем audi по шумоизоляции по всем показателям но она не зашла по одной простой причине что-то volkswagen volkswagen не было ничего выше пассата то есть d-class это потолок и и компания решила так у audi a8 есть a6 и это немного еврейская логика почему бы что-нибудь со 6 не сообразить там чтоб е-класс был на е-класс пофиг сразу в вкинулись представительный класс уже давай делать и многие от комменты я читал владельца варит стартанул я с одним там японца то ли mazda то ли что обогнал и владелец гордине я не знаю что пасад так может говорить грозу глаза какой-то пасад это феатон чертами немногие все равно приходится оправдываться как я сказал в видео на 221 репутация то когда говоришь никто кем ты являешься просто подтверждает что ты это ты все понятно и здесь просто нужно отправиться то не пасад это феатон он круче авоськи но volkswagen значок и поэтому изникает непонятка volkswagen дороже audi не ясно почему по кузову жесткость кузова у феатона выше чем у audi 8 это хорошо в плане европейском потому что авоська вся алюминиевая это отлично но ниже жесткость по кузову здесь получается капот двери крышка багажника алюминий крылья пластик вся остальная структура кузова весь каркас задние арки все полностью стальное поэтому машина тише в плане шумоизоляции надо дизельно тише чем авоська не дай бог при дтп выше жесткость кузова высок шанс больше шансов спастись остаться живым и машина очень низкая по безопасности для того с кем она сталкивается но всегда чем больше тяжелее автомобиль тем он опаснее и очень смешно часто не говорит когда она стоит и какой-нибудь там хэтчбек b-класса про который он получил 5 звезд либо c-класса то тут сколько 55 получается были краш-тесты она хэтчбеки c-класса разносила просто в щепки а здесь только морда страдала автомобиля и все это хорошо в плане европейском но плохо с точки зрения нас почему нам их переваривать потом на амочка 15-20 летний авоськи ездят все мой максимум надо полирнуть она алюминиевая она не сгнет ничего делать нужно здесь все равно у запущенный этот автомобиль находится у третьего владельца с момента его рождения остальные которые отходят по рукам всегда задние арки уже начинается потому что они уже стальные не не алюминиевые пороги лучшие потом начинается дыры кто забил забивает и там под не еще может быть как обычно с любым автомобилем когда не на него забивает поэтому для нас это хуже авоська для нас в этом плане лучше хороший шумоизоляция хорошая жесткость кузова должна быть мягкая комфортная подвеска и здесь она есть она как ни странно еще в своем заводском исполнении потому что многие скидывают пневмо баллоны ставят пружинную подвеску начинают уже извращаться хотя пневмо баллон уже боятся столь не нужно к разумеется конечно если вы думаете что я куплю машину поменяю пару саленблоков и буду кататься то ребята нет покупайте что-нибудь с макфорсоном а за дебалка что было и что вы не разочаровались потому что премиум класс разумеется спереди много реча шка сзади на гореча шка пневма блок лапанов компрессор пневмы это все конечно же есть но есть комплекты ремкомплекты на алике для блока клапанов я снимал 220 тоже владелец на алике заказал сделал и катается уже два года то есть относительно небольшими затратами это можно восстановить это будет рабочем состоянии и достаточно ну на год-полтора вам хватит вам не надо постоянно вздрагивать блин упала на кольцо не упала на земле на лежит или на земле живет дам кратами поднимать что ли или как восстанавливает и компрессоры и делают в россии за 200 долларов новые я всегда ребят говорю своих обзорах то что при покупке нужно начинать от обратного играть в том плане сначала не покупать автомобиль а узнать все его недостатки самые жесткие которые могут произойти найти людей которые сделают вам это потому что если вы не в мегаполисе там и у вас нет финансовых больших возможностей очень часто машины просто стоят что никто не берется за них и найти людей и поискать запчасти за сколько что стоит изучить сначала вот в этот весь рынок и самое главное найти автовладельцев такого автомобиля которые хотите купить сообщества разные на драйве где угодно и поговорить с владельцами как за небольшие деньги можно решить какую-либо проблему чтобы не покупать допустим компрессор а какой-нибудь там мастер есть который золотые руки которые за недорого вам сделать ремкомплект вашего не в этом в два-три раза по стоимости выиграете то есть все это изучено нужно просто находить сообщество находить владельцев знакомиться а потом уже заниматься поиском и покупкой автомобиля еще пару слов насчет покупки автомобиля разумеется как я уже сказал нужно искать запчасти знающих людей и почему эта машина покупалась потому что у нее сейчас третий владелец с момента ее рождения машины 2006 года была куплена за сто четырнадцать тысяч семьсот там чем-то евро в 2006 году новой есть вся история обслуживания и сейчас третий владелец но второй в беларуси у этой машины то есть вся история известна прозрачная я так чему когда вы будете покупать как я уже сказал должен быть и почему она в принципе покупалась после есть знакомый электрик есть знакомый слесарь ребята золотыми руками которые могут это все сделать и хочу добавить пару слов насчет тех комментаторов которые мне писали мне писали на подбор а6 c6 еще на пару подборов писали и обзоров писали люди с такой позиции что я сам маляр я занимаюсь что ты паришь во первых для тех кто не знает при замене вот а6 c6 фото навозка при замене цепей либо ремней есть двигатель современный прям грм очень часто разбирают морду и производит замену а морду назад наши умные мастера собер собирают криво и поэтому зазоры плавают и в той же а8 который я посмотрел подбирал тоже кривые зазоры левая фара нормально вправо и там палец можно просу то же самое было и на 6 в принципе никто не заморачиваться как собрали так собрали как обычно лишние крипсы получается но то естественные вещи наши и это не значит что машина билась это не зашина кривая это значит на херово собрана после замены грм а это не значит она была в ттп и те люди которые я маляр ясто ошник вы для меня не авторитеты парни потому что на той неделе я лишний раз убедился в седьмой у я не тот который я снимал белый бы седьмой 1 4 на дсг уехал в минск проблема с дсг и 2023 от его уже все известные проблемы с дсг уже все знают что то такое и такое понтовое из тоже роллеты внутри плитка все в спецодежде на спине уже выбито название с того все по-серьезному все че заказ снаряд все печати чеки проходить пожалуйста кофе чай блин в машине помирает плата в дсг в коробке меня поменяли второй раз комплекс сцеплений хотя дсг диагностируется вдоль и поперек и машина все равно произвела неделю стал тоже плата уже сдохла окончательно а паренька он все у себя в гараже и платы еще и сделал машина ездит человек разбираться понимает как все работает и без проблем посад из минска поехал туда а с тех деньги трясут что возвращали назад что сделали не то сейчас там будет разборки я не знаю что к чему но суть об этом поэтому не надо мне тут писать я мастер я 10 лет занимать хоть 15 лет человек заниматься 23 года он дсг знает все последнего винтика подходит как хирург и смотрит блин где какие проблемы у машины и всех будет интересовать цена автомобиля цена надо арестовые экземпляры от 7000 начинается но 6 990 там стоит с 3 2 бензином до 12 200 трехлитровый дизель самый дорогой черный до арестовый рест пошел от в 2010 году был представлен уже арестовый экземпляр про произошло торжественное мероприятие на котором представили уже арестовый файотон но 2007 году еще был такой мини-рест недорест скажем автомобиль уже на крышке багажника под значком писали файотон уже на центральной консоль уже меньше было кнопок а уже крутилок добавили то есть такой мини-рест произошел но внешне по двигателям автомобиль ничем не изменился кардинальные изменения были конечно же в ресте в ресте уже внешка изменилась уже другие фары бампера фонари задние разумеется это все уже ушло эти кругляши на фонарях задних ну как вот фэтон b7 весь вак уже от кругляши этих диодных отошли уже классические более фонари стали плюс конечно же сенсорный дисплей а самое главное пневма система полного привода была в базе а также в базе была система автоматического регулирования света уже тоже в базе шла от этих три плюшки которые шли уже постоянно с автомобилем 5 литровый нашего 10 ты да и по сути дела это двойной двигатель от 2 и 5 который у нас был на канале на т5 мультиване здесь два таких двигателя там 2 и 5 1 пятерка здесь в 10 5 и ноль такой же алюминиевый блок тоже алюминиевая гбц напыление на цилиндрах 313 лошадиных сил при при 3750 оборотов 750 крутящего с 2000 оборотов классический поршень и 81 ходу 95 и 5 прижатие 18 все давно известно 10 с половиной литров масла идет двигатель этот двигатель находится хорошем состоянии техническом никаких подтеков ничего расход масла здесь литр полтора на десять тысяч примерно вот так то есть незаметно не критично по грамму здесь выгодное положение потому что здесь шестерни здесь нету ни цепей ни ремня ничего потому что все автомобили гремят цепями вот я снимал а6 c6 трехлитровый дизель там поменяли цепи там приятно послушать работу звук работы двигателя но основном все автомобили все с не менее цепями все гремят и отвратительно это даже слушать зная ну понимаешь в чем дело и действительно это двигатель не такой дизель но не такой громкий такой шумного приятно послушать его звук его работы а замена цепей на 66 это обошлась и вот на е61 на бмв и 61 универсале тоже заменяли цепи это примерно тогда выходил 1700 1800 долларов сейчас это две тысячи но чуть за чуть больше двух тысяч долларов вам обойдется замена цепей успокоитель всего комплекта грм полностью на 3 литровом дизеле 4 цепи идет то есть в этом плане плюс по недостаткам все кричат ну турбины рано или поздно начинать днать масло турбину умирает нужно восстанавливать оживлять да но турбины ходят не 100 не 200 тысяч километров а больше плюс все уже хаят на разрушение покрытия цилиндров но сколько людей не писал насчет т5 2 и 5 точно также и здесь не надо так этого бояться прошу нужно конечно же машины не молодые и все зависит от состояния но в целом люди тоже писали т5 2 и 5 580 тысяч километров меняю масло 1 8 10 тысяч лучше в 1 8 менять никаких проблем с двигатель вообще нету поэтому все ваших руках все зависит от этого если будете менять 15-20 тысяч до покрытия и масло еще не особо крутое и часто вы тоже от силе езды зависит от эксплуатации если жарким летом ездить в городе миллионники постоянно в пробках то речи никаких восьми тысячах не идет конечно же нужно менять по моточасам больше масла там раз 5000 такое жаркое лето 45000 до масло менять по-нормальному но смотря какое масло конечно же если дорогой оригинал то можно и побольше но как часто люди покупают подешевле то таком такой масло нужно менять 45000 не больше и тогда дизельная двигатель вам не доставить никаких проблем и турбины будут дольше жить все ваших руках ребят опять же по трехлитровому дизелю как я уже сказал замена цепей рассчитывайте на эту сумму что никто до этого не делал до вас сто процентов егр сажевый классический дизельная проблема и турбины когда-то тоже умирает по 32 лучше его обойти задиры алюминиевый блок но самый бензиновый не самый неудачный 32 по 42 бензину самый надежный двигатель это 335 лошадиных сил 4 2 в 8 бэджи аж и бэджи джи то же самое как у аудио 8 бфм и бфл был 37 литра по конструкции одни и те же двигатели обозначение разное там есть мелочные отличия но самое главное конструкция двигателя одна и та же ременной привод грм цепи на распредвалах не нужно про них забывать потому что растягиваются тоже может перескок по фазам произойти гидронатяжители изнашиваются то есть эти моменты тоже нужно учитывать но грм дешевле чем менять цепи в более современных 4 2 которые уже пошли из 350 лошадиных сил но и для горячих ребят были 6 литровые в 12 до был 12 там как в 12 только цилиндры в шахматном порядке как в r6 также по моему 10-15 градусов отклонения центров цилиндров друг от друга двигатель бойца перегревов очень сильно его боится при масложоре которые всегда естественно происходит на начинаться задиры падает давление масло может быть проворот вкладыши двигатель очень дорогой редкий и найти проблема поэтому лучше его не брать но только если для проекта какого-нибудь для себя но не для повседневное использование даже и как в машина выходного дня на слишком дорогая обойдется и в целом вот 5 литровый двигатель хорошем состоянии ухоженном где нормально все вовремя обслуживается и не забивается то он получается самый выигрышный потому что грэм здесь отсутствует как таковой здесь только шестерни при нормальной замене масла в своевременной никакие как пишут шиши и шестерни стачиваются стираются и потом тоже все проворачивается эти ужасы кошмары это касается тех кто забивает полностью на обслуживание двигателя и в целом он этими выигрышами потому что сейчас запчасти подорожали запчасти от грэм комплект грэм только под заказ неизвестно сколько придется ждать машина будет стоять разумеется то время и дорогая работа но то не дешево все будет стоить работа плюс замена плюс запчасти все это то есть обойдется хорошую копейку плюс автомобиля в том что здесь стоит два аккумулятора один на оборудование второй именно на старт но аккумулятор и здесь не так как снял поставил его нужно прошивать недавно я на а8 d3 дизельного прошивала аккумулятор иначе если не прошить он будет работать но будет ошибка и не будет заряжаться на полную там 40 50 процентов зарядка будет идти дальше заряжаться он не будет он нужно прошивать точно так же и здесь в целом в машине много электрики да и при покупке у вас должен быть знакомый электрик который вам будет помогать иначе это будет для вас просто ад по коробкам здесь 6 ступенчатый автомат были 5 ступенчатые автоматы хороши надежны но опять же все от пробега и от обслуживания зависит потому что неизвестно кто когда масло последний раз в нем менял и при покупке лучше поменять и поддон масло и следить чтобы не было подтеков следить за уровнем масла и даже частичная замена масла ресурс вам продлит ну что в салоне первое конечно же удобно и комфортно и кожаное кресло не у каждого на работе и дома такое кресло и удобно разумеется в память сидений все электронные регулировки вот вперед назад как угодно все еще электрика решает подогревы и вентиляции здесь есть по рисунку сразу понятно что подогрев но также вентиляция то есть охлаждение летом чтобы вы не прилипли к сиденью по отделке первый понт это конечно же при повороте ключа открывается и в свое время это было круто все эти дефлекторы открываются то же самое что сейчас блин вы автомобиль на водородном двигательШ единой минут его кто мобили уже хватает то же самое уже сейчас автомобиль на водородном двигатель и подогнать то же самое было и тогда управление обдувами кондиционером направлением потока воздуха здесь все отошло от классики вага и еще на этих кнопках и И вот здесь обдувы, регулировка температуры, вот здесь 22,5, у нас везде 23 стоит, автоматический режим, ну, опять же, обдув, интенсивность обдува, подогрев лобового заднего стекла, подогрев задних пассажиров отдельно, направление поток на них, здесь регулировка потока в ноги, ну, вверх куда угодно хотите направить. Включение кондиционера, телефона, навигации, меню треков, все на этих кнопках расположено, здесь телевизор, радио, CD, CD-ченджер на 6 дисков, здесь вот каждая кнопка переключения на какой диск, переключение треков, регулировка громкости на аудиосистеме, по приборке, конечно, тоже классика ваговская, но уже немного другого исполнения. По рулю, разумеется, кнопочки управления 7-бутами, у нас не самая бедная комплектация, ребят, поэтому, хотя вроде у Фетона везде, на каждом реле есть кнопки. Круиз, ну, очень удобно пальцем щелкать, да, вот с левой стороны, вот у всех вагов, там, у пассатов, у А4, все рычаг слева, здесь уже тоже пальцем, ну, и здесь большим пальцем руки удобно, с левой стороны, по классике, как и должно быть. Хотя, отвлекусь, но у Рено тоже так продумано, когда вот на подлокотнике рука свисает, и здесь, получается, тоже двойная кнопка убавить и добавить, и тоже, если так, рука свисает, пальцем просто играться, тоже очень удобно. Но, все же так, более привычно, и здесь адаптивный круиз, ребят. 2006 год, машине 17 лет, здесь адаптивный круиз-контроль, не во всех современных автомобилях адаптивный, он вплоть до полной остановки, 6 парктроников спереди, 6 сзади, и он отслеживает тоже расстояние до впереди едущего автомобиля, может вплоть до полной остановки остановиться. Регулировка звука на аудиосистеме, поднять, положить трубку, громкая связь, пункты бортового меню, на приборке все по классике, но самое главное то, что отключение ESP, выбор поднять, опустить машину пневмому, жесткость регулируется пневмобаллонов, можно помягче, покомфортнее, можно пожестче, больше по-спортивному. Поэтому регулировка зеркал лево-справо, не на самой двери, а здесь, ну тоже в принципе правильное решение. Также прикуриватель еще не убрали, но по сути с 2006 года, по-моему, начали или седьмого убирать прикуриватель, то есть разъем оставляли, а прикуриватель уже с завода не устанавливался, уже начали бороться с курением. Удобный подлокотник, широкий, не короткий, не обрубок, а нормальный, полноценный, в руке удобно. Два телефона, один в машине, второй можно с собой носить, когда-то было круто, но сейчас, конечно, это не так актуально. Есть люк, солнечная батарея, и когда автомобиль заглушен, стоит, все равно печка будет работать от солнечной батареи, солнце заряжается и работает печка от этого. Также на руле еще кнопки подогрев руля здесь у нас есть, и вторая кнопка это включение и выключение подсветки руля, может кому-то не нравится, что во время движения посвящаются все кнопки. Плюс еще, у нас машина короткая, коротыш, лонги пошли с 2005 года, 12 сантиметров разница, да, 12 сантиметров была разница между коротышом и лонговой версией. Лонговая, конечно, будет больше пространства для задних пассажиров, но в плане шумоизоляции больше шума будет, меньше в этом плане комфорта в автомобиле. Но кому как. Отключение парктроников у нас есть шторки, задняя электрошторка, вот кнопка управления ее, поток воздуха и сопела здесь регулируется кнопкой, а не этими крутелками классическими. Механические часы, по-моему, первый автомобиль, где механические часы установили, на Ваге имею в виду, всегда были электроны, уже под тахометром всегда была дата и время на электронных часах. Здесь уже механический уже понт, видимо, по Rolex уже немного скучали и ностальгировали, поэтому механические часы сюда поставили. Потом уже во многих автомобилях, уже в том же B7, B8, уже у всех по классике, как у Phyton, B8 снимал, B7 тоже в том же месте, как у Phyton, у их механические часы. Уже везде начали механику опять же ставить. Ну, конечно, механические дороже выглядят и понятнее, не так сливаются с другой стороны, чем сидеть и смотреть на электроны, когда особенно куда-то поворачиваешь, куда-то отвлекаешься. С одной стороны, отворачиваешь взгляд на механические, но с другой, загромождение торпеды тоже не должно быть. Ну, очень мягкий диван, прям кайфово можно развалиться. Да и лунг не нужен, сам за собой сел, тут места еще предостаточно. Плюс, если еще 12 сантиметров, где-то мои колени будут вот на таком расстоянии от переднего сидения. Вообще шикарно. Два телевизора, DD Changer стоит сзади, справа. Можно во время движения сидеть, фильмы, клипы, все, что угодно, можно смотреть. Если заморочиться, можно сделать, как в Туареге владелец сделал, он поставил более дорогую мультимедиу, более современную. 3G кинул, интернет и уже на мультимедиа. И вы можете в ВКонтакте, в любые соцсети зайти, в YouTube, и если здесь заморочиться, сделать можно то же самое, мультимедиу поменять. Опять же, грамотный электрик должен быть в этом деле. И вы можете, опять же, также 3G, 4G интернет, 3G как угодно кинуть. И, по сути, можно подключиться тоже, либо сидеть в YouTube классе, либо с флешки, или с Bluetooth подключиться на телефоне. Зайти, куда вам нужно, там, YouTube, еще какие-то видео, там, TikTok, что угодно, и вывести в теории на телевизор и ехать смотреть. Это вообще будет шикардос, блин. И на современных автомобилях, чтобы такое получить, там, я не знаю, нигде мало в CD-классе, мало вообще такие комплектации предусмотрены. Вы такое не получите. Здесь автомобиль можно так наворотить под современные запросы, что он будет превосходить более современные автомобили. Ну, разумеется, низших классов, не FE, но CD-класс можно переплевать. По автомобилю, разумеется, свои шторки. Каждому можно закрыться, чтобы никто ничего не увидел. Электронная шторка работает. Она регулируется с водительской стороны. Нажимается, складывается. Обдув здесь постоянный заднего пассажира. С кнопки можно включить обдув заднего стекла, то есть вот эта вот часть. Опять же, управление центральным замком. Интенсивность обдува задних пассажиров регулируется здесь. Разъемы для четырех наушников. Я не понимаю, почему. Потому что два пассажира, но четыре комплекта наушников. Наушники заводские в таких. И надпись Fiaton, оригинальные заводские наушники в таких чехлах, расположенные в нише двери пассажира. И они рабочие. Можно также под этот разъем и свои включить более новые. Но с Bluetooth, если в теории пришить Bluetooth, опять же, мультимедию заменить, можно и с Bluetooth подключать и беспроводные наушники. Если так вот заморочиться, как я говорил, и можно еще вывести по Bluetooth и беспроводных сидеть. Смотрите, вообще будет классно. Ну, кармашек для пульта телевизора. Прикуриватель, вернее, резетка на 12 вольт. Прикуриватель и пепельница расположены в двери вот в этом месте. Прикуриватель еще есть. По-моему, все-таки с 2006 года, значит, видимо, с 2007 года они начали выбирать прикуриватель. Или на премиальных классах они не трогали. Это я не знаю. Кто знает, дополните. Багажник объемный. Открывается все с кнопки. Я покажу, как сделаю вставку. Подлоконник тоже классический, как в той же A6, A4. Два подстаканника. Ниша для аптечки. Все по-ваговски, все стандартно. Есть ниша для перевозки дальномерных вещей. Но я не знаю, что на автомобиле премиального класса в кожаном салоне можно перевозить дальномерные. Я не знаю, там деревья на посадку вы будете, что ли, здесь возить. По посадке, по-королевски тут сижу. И, честно говоря, уже валить не хочется. Здесь по заводу 5,9. Сразу, кого будет интересовать шумоизоляция и комфорт в целом. Ну, комфорт и приравнят к шумоизоляции. У меня было видео, там мы искали A8 D3 к покупке. Вот, кому интересно, можете посмотреть. Там 4.2 BFM смотрели. По двигателю, конечно же, дизель громче. Дизель я тоже слышу. Но также я и бензин там слышал. Примерно на этом уровне по звуку. Если брать бензинку, конечно, слышно не будет. Если такой же двигатель, как у D3 и BFM, здесь другое обозначение. Но конструкция двигателя та же, как я уже сказал. И по всему остальному, от шума тарок, всего, ну, здесь тише, конечно же. Эта машина тише по шумке. Она покомфортнее и помягче. Очень мягкая машина, и это чувствуется. Потому что, как опять же упомянул, с Bentley на одном конвейере шли. 40, 50, как будто стою на одном месте. Здесь можно и уснуть нахрен. 60 не чувствуешь. 40 вообще, как будто на месте стоишь. Окружающие среды вообще не слышно. Вот проезжают мимо машины. Ну, только картинка меняется, как телевизор без звука. А я не слышу, что не проехали. Я сейчас в спорте. Ну, и в драйве машина хорошо пуляет. Но в спорте, конечно, повеселее. Сейчас выйдем напрямую за горо. Там можно будет еще лучше долбануть на ней. Конечно же, еще преимущество с точки зрения шумоизоляции, то, что база каратыш. Если был бы лонг, было бы еще громче в салоне. Уже завихрения лучше слышны в салоне. То есть уже похуже. Но длиннее база, комфортнее. Можно в практически лежачем состоянии ехать. Сейчас в спорте. И получается коробка. Я услышал переключение, но она недостаточно жесткая. То есть в драйве я вообще его не должен почувствовать по логике. Уже 100, 120. 140, 150. Хрен его знает, сколько она там разгоняется. Но что-то происходит очень быстро и мне нравится. Все нормально. Всех будет интересовать, опять же, разгон. По разгону на 3-4 десятки своих уступало от заводского показателя. Потому что из машины душу не вынимали. Разгоняли для себя. И плюс у автомобиля третий владелец завода сейчас. То есть это самый живой 5-литровый дизель на Фетоне и Фетон в целом, который вообще есть. Один из самых живых. 160, 170, 180. Ну, по характеру автомобиля очень комфортно и приятно ехать. Садишься, тут просто стрелка вниз уходит и все. Нет такого, что машину надо ловить. И самое главное, не так сильно шум растет. То есть на 160 на авоське уже так шумы пробиваются. Здесь вообще ничего не слышно было. То есть в этом плане машина, ну, разумеется, комфортнее. Потому что она ближе к Bentley, чем авоська. И приятно вот именно... Я думаю, ни у кого не возникает сомнений, что она может вальнуть. Все вот V8, V10, все двигатели, бензин, дизель, неважно. Все вот эти машины, которые обслужены, они могут валить. То есть не на свои заводские, он там в секунду может уступая максимум. Те, которые еще живы. И здесь не в этом кайф. Потому что, да, мощности хватает, крутяшки хватает, машина положит. То есть сейчас 120 и еду, как будто 60. Не ощущаю вообще абсолютно. А здесь кайф именно в том, что ты уже в 200 приближается стрелка. Но шума, там вибрации каких-то уже там не ощущаешь, не происходит. Не надо голос повышать, не надо орать, кричать. Машина спокойно кладет. Вот так, конечно, в плане городской езды. Вот 80-100, со старта трогаюсь уже 60. Надо ускориться, кого-то вот сейчас обогнать. Зазевался человек, видимо, не местный. Обогнал спокойно. Там мне 15 метров хватило. Тапку главное в пол нажать. 80 едешь, как будто там 40-60 на обычных машинах. Как на Солярисе 30. Я не хочу унизить Солярис. Он для своих целей очень отличный автомобиль. Но так, чтобы было понятие, восприятие скорости. Потому что камера не особо это передаст. Я спокойно 80 езжу. Это как на обычном автомобиле. Ну, как обычно там, CD-класс. Это как 40-50. Здесь 80. Тут не ощущаешь просто. Вот едешь так. И нужно себе приложение поставить, какое-то устанавливать. И на подставку телефон держать, чтобы хотя бы глазами видеть. И чтобы она информировала о том, что вы превышаете. Потому что на камеру попасть 3 секунды, ребята. Только выехали, сразу можете осчастливить себя неприятным извещением. Потому что, ну, вообще, реально не чувствуется скорости. И ты и по звуку не понимаешь. Она так же речи, что на 40, что на 140. Звук одинаковый двигатель идет. Особо не ощущаешь. И, как я уже сказал, самый кайф в том, не то, что она прет. Она прет. Ты это ждешь, и ты это получаешь. Тут ты эмоции не испытываешь. Поэтому, почему я тут не визжал, не орал. Потому что это, ну, не турботаз, который разгоняется. Эта машина должна разгоняться. Она это делает. И ты этого ждешь, ты это получаешь. То есть, не удивлен этому. А удивлен тому, что ты варишь уже по 200. И шума нету. Ты голос не повышаешь. Я спокойно с владельцем общаюсь. Обычный тон. И они повышают она. Мы не кричим друг к другу. Как на многих других автомобилях. Там, ниже классом. Когда она прет, да, неплохо набирает. Но уже начинаешь орать. Машину уже от ветра нормально шугать. Ее нужно держать руль двумя руками. Я одной рукой держал на гололёде эту машину. Потому что ее не виляет. Максимальная допустимая масса, там, 3100, по-моему. Или 2920, что-то вот такое. 2990, ну, почти 3 тонны. Почти 3 тонны. Это снаряженно. Это максимально допустимая масса. Ну, грузоподъемность. Масса плюс грузоподъемность. Но так она где-то, ну, где-то 200, 2200 она будет весить. Потому что двигатель нелёгкий в А10. Поэтому основную массу, конечно, двигатель на себя берёт. Но масса где-то будет примерно такая. Очень подходит для преследования кого-нибудь. То есть, несмотря на то, что автомобиль уже 17 лет, мало кто может от него уйти. Особенно в наших реалиях. Там, конечно, где уже города миллионники, небоскрёбы. Где там RS6 катаются. Где там 3-4 секунды до 100 кладу. Да, там ловить нечего. Ну, а вот среднестатистические наши все автомобили. 90% того, что ездит на наших дорогах, можно спокойно преследовать, обгонять, мучать, соревноваться. Ну, конечно, это неправильно. Я так не делал. Потому что смысл на такой машине гоняться там с 2-3 литровыми автомобилями. Это... Вы этим покажете свою неполноценность просто. И свою низкую самооценку. Ну, вот и всё по ней. Хорошая машина для дома, для семьи. Особенно в такой комплектации, когда есть и люки, и телевизор. И можно ехать спокойно на дальняке. Вас не будут запаривать от скуки какими-нибудь разговорами. Не отвлекать от движения. Машина мне понравилась. Это, конечно же, не спорткар. Здесь нет ощущения скорости. Здесь просто стрелка ложится. А вы сидите в комфорте, как за компьютером в удобном кресле. Очень хорошо. Всякая философия близка. С одной стороны, когда хочется валить, нужен 911 Porsche. А когда хочется валить с комфортом, это уже не подходит. Нужен такой автомобиль. Либо Bentley, либо вот Fiaton. По комфорту. Не буду сварочить на второй круг. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки, делайте репосты. Подписывайтесь на канал. Счастливо!